в этом уроке я покажу вам как нарисовать стены для того чтобы нарисовать стены на плане мы воспользуемся инструментом мульти линию этот инструмент он не отображается на вкладках то есть его здесь нигде нет его нужно вызывать с помощью командной строки данный инструмент позволяет создавать вот эти участки стен то есть если посмотреть поближе то здесь тройная стена двойная точнее наружная и внутренняя то есть первая это отделка и внутренняя стена чтобы не мучиться с поле линии например или отрезками не выводить отдельно каждый участок мы воспользуемся мульти линий для этого что мы делаем для начала переходим на слой стены и вводим в командную строку ml мульти линию для начала нам потребуется создать стиль нашей мульти линии у меня он сейчас задан так его сейчас я создал сейчас новый стиль так на основе стандарт то есть стили стены у вас не будет так создаем новый стиль например стены 1 и нажимаем клавишу продолжить здесь я веду описание цвет заливки оставляем ничего не трогаем и нам нужно задать смещение что такое смещение смещение это сейчас я покажу вам наглядно это расстояние смещенное от центральной оси то есть в данном случае например это будет вот здесь 4 200 вправо 200 влево и 100 наружности на эти размеры я беру вот из этих цифр 100 и 400 соответственно для этого я удаляю отсюда лишние элементы и нажимаю добавить значит делаем смещение 200 добавляем еще одно 200 и еще одно добавляем 100 так 05 я убираю смотрим что у нас получилось то есть так извиняюсь неправильно добавим минус 200 нужно добавить вот он так будет у нас выглядеть структура нашей мульти линии теперь нажимаем кнопку установить качестве стандартного стиля и вводим команду ml мульти линия и начинаем работу значит проверяйте вот эти настройки вот они должны быть такие же как на экране то есть расположение центр это значит что центральной линии будет например у нас то линии относительно который будем чертить масштаб единицы и стиль который мы задали итак начинаем чертить а вот с этого края смотрим по размерам значит что у нас здесь получается убираем первую точку вторую точку третью точку и так далее то есть вы сейчас можете видеть что нам не нужно заморачиваться с размерами не нужно их высчитывать автоматически вот эти вот углы загибы так от просчитывает сам заходим до сюда и нажимаем enter теперь чтобы на вот эту аркетную часть построить нам нужны дополнительные элементы и вот следующее там понадобится вспомогательный отрезок выбираем отрезок указывают эту точку и задаем здесь расстояние 2000 и угол минус 125 градусов объясню что я сейчас сделал я сейчас воспользовался координатами полярными то есть я задам длину отрезка и с помощью клавиши галочки которые находятся на бук русской букве b на клавиатуре задал минус 125 градусов то есть у меня сейчас получилось 2000 расстояние и угол минус 125 градусов так теперь значит эту линию я сейчас с помощью инструмента зеркало отражу на другую сторону здесь у нас расстояние не одинаковые вот эти вот поэтому мне нужно вот эту вот полочку понять откуда она будет строиться для этого у нас есть вот этот размер поэтому я беру сейчас отрезок и на расстоянии 500 его выдвигаю теперь я беру команда переместить указываю базовую точку и перемещая его вот сюда так теперь у нас есть эти вспомогательные отрезки места вот этих пересечений это и будут как раз нас концы нашей мультилинии теперь сделаем еще окно это у нас будет 900 и теперь копирую с базовой точкой на расстоянии 1200 вот здесь у нас будет находиться наше окно теперь опять включаем мультилинию и уже вот отсюда из этой точке начинаю построение сначала веду ее сюда затем сюда продолжаю сюда затем сюда теперь нужно воспользоваться командами редактирование мультилиния сейчас обвел все лишние элементы и удалил их теперь ввожу в командную строку мл ряд то есть редактирование поле линий и выбираю здесь угловой стык нажимаю и указываю две мультилинии которые будут подвергнуты редактированию это же самое нужно сделать здесь здесь значит мне нужно дорисовать мультилинию необходимую которой не хватает а именно сюда до сюда повторяю команду рид есть еще один момент я сейчас вам покажу можно воспользоваться функции последний ввод здесь есть все команды которые последние вводились убираем мл ряд выбираем угловой стык и указываем этот угол нажимаем клавишу пробел чтобы включить последнюю команду которой мы воспользовались опять выбираем угловой стык и соединяем все мы получили такую вот конструкцию итак на этом этапе у нас готовы в принципе основные элементы теперь я опять ввожу последний ввод выбираем мл ряд извиняюсь мне нужна мультилиния и мне нужно провести я сейчас поторопился хотел вам сразу объяснить и мне нужно провести еще одну стену но здесь стена уже не имеет наружных стен поэтому мне нужно задать новый стиль мультилинии для этого я выбираю мл стиль и задаю новый новый стиль есть будет 200 минус 200 так нужно удалить нажимаю ok нажимаю установить выбираем мультилинию провожу вот принципе все я сейчас создал стены теперь дальше нам нужно будет вырезать все проемы это уже будет следующем занятии вырезать все проемы необходимые дорисовать перегородки лестницу и можно будет уже переходить к размерам на этом данный урок закончен спасибо